Привет! В контенте с новых серверов Евы у нас есть три основных направления. Первое это клановая жизнь в разрезе битв за право фарма серверных боссов. Второе это сражение за фарм внутри сервера. Ну и третье это мой личный контент, связанный с разгоном персонажа. Соответственно сегодня мы пройдемся по тем событиям, которые происходили последние примерно дней 10. И видео будет разделено на три части. Условно говоря сначала я расскажу про буст моего ДК и какой-то там локальный фарм. Потом пройдемся по тем вещам, которые происходят у нас в межсервере. Ну и под конец самое интересное это битвы против старика и его кланов. В комментариях я объявляю конкурс на 5 промокодов и для участия понадобится любой комментарий от 4 слов. Приоритет я безусловно буду отдавать самым содержательным. Кроме того, не забывай про ссылку в описании, начав играть по которой ты сможешь забрать немало крутых бонусов для новичков. Серверам Евы действительно уже больше месяца, но к счастью тут у нас игра именно что в долгу. И огромная часть моего клана это именно те ребята, что залетели уже сильно позже старта. Такие парни мигом берут 80 плюс уровень и участвуют в клановой жизни наравне с остальными. Мир Линейдж 2 Эссенс ждут большие изменения. Высшие эльфы в деле. Новая раса готова покорить Эль Мараден и твое сердечко. Сразу два новых класса. Надежный танк, божественный хромовник и повелитель стихии, меняющий сферы сил природы как перчатки. Дальше, больше, успей подготовиться. Играй в Линейдж 2 Эссенс на фо-гейме. Первым делом, конечно, забираем из календаря последнюю награду и проучиваем себе пожирания. Данный скилл дает возможность быстро восстанавливать фиолетовую шкалу, нужную для использования ключевых скиллов. Многие, конечно, скажут, что это надо было дело гораздо раньше проучить, но мой персонаж в основном занимается ПВЕ контентом и поэтому спешить смысла особо не было. Скиллы с уроном по области все равно пока что из-за уровня бьют слабовато, но в тренировочном подземелье стало повеселее. Также, кстати, стало повеселее на 1 острове. У ДК нет ограничений по количеству мобов, которых он может бить своими массухами. И тут реально можно собирать очень большие парики. Далее протачиваем очередную пачку талисманов властителя, но на этот раз ни один не зашел даже на плюс 3. Но вот Рубин, кстати, сразу после этого у нас затачивается и это круто. Прилично так опыта забираем в двух походах в грезы. Кот! 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 Твой мать, нахуй так и ради. Во втором даже удается в очередной раз попасть в кошачью локацию. В плане дропа все жидко, но прежде всего нас тут интересуют, конечно же, проценты. После профилактики очень удобно, кстати, ломануться на ракшасов и позакрывать квесты на опыт. И, кстати, тут еще можно забрать кэшбэк от Иновы. Дропаем на основу адену с твинов и перетачиваем плащи. Тут у нас, во-первых, то, что я нафармил в башне дерзости. Во-вторых, недельный лимит из магазина. Если бы этого не хватило, я бы еще купоны на плащи, кстати, обменял. Но плащик все-таки заходит на плюс 7, а значит купоны можно кинуть в талисманы Евы ради защиты. Но, к сожалению, у нас тут два слома. Получаем от клана еще пачку монет за походы и скупаем книжки на проточку скилла. Тут у нас, наконец-то, выходит сделать себе новое улучшение. И одна из обилок, наконец-то, будет наносить урон по площади. В отдельных моментах это могло бы помешать, потому что меня могут расфлагать, но в целом фарм по итогу увеличился. Кроме улучшений скилла, я еще подумал купить себе кристалл души в пушку, но дело в том, что он заменил бы мой четвертый и нужно было просто попробовать апнуть уже имеющийся камень. Два удачных трая подряд и все удалось. Кроме того, поменял кристалл на здоровье. Вместо этого он теперь будет давать физическую атаку. Итого, у нас теперь сильно больше пве потенциала и можно даже иногда вставать на макрос для максимально эффективного кача. Также нам на сервера завезли довольно вкусный ивент. Само по себе его прохождение дает прям очень много опыта, но также у нас тут еще идет приятный баф и итемы для обмена на снаряжение, которые я еще поднакоплю и использую под конец всего периода. Свой личный клан я, кстати, перевел в состав Альянса, потому что все равно не особо есть время, чтобы им заниматься и на следующий ивент мы пошли уже в составе других наших ребят под предводительством Гриви. Зацените, кстати, как много можно забирать из клана Арены, всего за 10-15 минут времени фармится прям очень много адены. Далее отправляемся на очередной фарм садов Властителя и надо сказать, кач тут вообще приятнейшие, а талисманы вообще чуть ли не просто бонусом тут идут. С их проточкой опять у нас все довольно печально, однако закрыли все квесты буквально за пару часов. Через пару дней после обновления лимитов на талисманы Адена я еще и их выкупил, но тут тоже все довольно печально, продолжаем гонять с шестым. Кстати, клан от пятого уровня дает возможность забирать записи Хардена и это тоже вкуснятина, так как есть вариант делать очень дешевые книжки скиллов, которые сильно нужны для проточки умений. Таким образом, за неделю можно будет забрать еще 2-3 книжки дополнительно сверх лимитов. Далее у нас простая Френта, куда мы отправились буквально половиной состава и вообще без проблем все прошли. Она даже хилиться не стала и очень мирно отдала дроп. Дроп оказался довольно диетичный, но тем не менее. Теперь поговорим о том, что у нас тут происходит в клановой жизни и начнем с межсерверных сражений. В основном это битва за рейд боссов в башне дерзости и главными нашими соперниками выступают ребята из клана Обливио. Сборы у них действительно очень хорошие, плюс они довольно круто могут показать себя в пвп, не давая нам расслабляться. Фарм боссов в тое происходит таким образом, что рессуются они по одному после убийства предыдущего. То есть РБ на третьем этаже появится только после того, как будет убит РБ на втором. Иногда просто выгодно забирать боссов по очереди. То есть одна из сторон, допустим, понимает, что не может забрать РБ по урону, соответственно все садятся на коне и двигаются к точке респа следующего босса, чтобы после его появления сразу начать наносить урон и за счет этого преимущества забрать себе итоговое ядро. В других ситуациях могут быть выгодны иные стратегии. Например, нас часто подлавливают во время фарма таким образом, чтобы поймать в момент, когда РБ висит на конкретном персонаже. То есть РБ, допустим, висит на тебе, ты его уводишь, пока другие наносят урон, но тебя опрокидывают и ты падаешь от урона босса. Также РБ можно просто отвести слишком далеко от точки респа, чтобы он восстановил себе здоровье и все в таком духе. Иногда рейдовый босс вообще нужен просто как инструмент. То есть приходим, допустим, и понимаем, что его силы плюс-минус равны. Обливионы сильнее в ПЛП за счет большого количества храмовников, а мы, допустим, можем за счет большого количества урона в любой момент отвести РБ слишком далеко, и они не смогут ничего зафармить. В итоге, когда мы наносим урон, нас опрокидывают и рутят, а когда инициатива переходит к обливионам, мы просто растворим босса и в итоге вынуждаем друг друга тратить монеты и время. Примерно так и проходит, кстати, ежедневный фарм. Каких-то боссов забираем мы, каких-то враги, но, как правило, ни одна из сторон без дропа не остается, плюс все получают довольно много опыта и ПВП-контента. Плюс все получают довольно много ПВП-контента. Старик на РБ в то и особо не ходил никогда, но вот буквально под конец месяца все же решился на это дело и показался. Видно, что в местной обстановке Игорю не очень комфортно, и, как правило, он просто тратил слишком много монет на то, чтобы покашить наших ребят, а потом после смерти своего персонажа перезалетать и тут же снова отправляться в таверну. Воевали, в общем, его ребята довольно жестко и по итогу смогли забрать аж одного из пятерых боссов. К моменту фарма на пятом этаже остались только самые отчаянные. А в целом, конкретно тут они нам помешали, но не очень сильно. Собака лает, караван идет. На последнем фарме ТОИ мы, кстати, вообще ни одного босса не отдали. Против нас сражались только Обливионы, но за счет количества людей мы смогли одновременно и забрать РБ, и еще дать отпор тем, кто прыгал в наших ребят. Шандыбин! Надь, дайте Шандыбина, пожалуйста! Да, мой Шандыбин! Это день Великой Победы! Даже, кстати, вот такой приятный прокаст мне удалось сделать в толпу врагов. В другой межсерверной зоне под названием Сады начали, кстати, показываться ребята из клана Мэтт Про с первой Евы. То ли у них там Леви, то ли Фишер, точно не знаю, но бойцы там крайне сильные, и наш фарм мы пока что держим только за счет количества. Интересно будет посмотреть, что получится через пару месяцев. Внутри сервера для нашего Альянса последнее время все было довольно, ну, прямо скажем, тяжело. Старик перебивал нас и на крепости, и на боссах, но было очевидно, что его преимущества не бесконечны. Да, не все выдерживают этот ритм, я согласен. Во-первых, по роликам видно, что старичок потихоньку выдыхается, и его не особо хватает на все трудности, которые возникают с такой большой толпой людей. Одно только утверждение, что вся система распределения дропа держится, ну, на его честном слове, уже говорила о многом. Кроме того, как я говорил ранее, легко поддерживать активность своих ребят, когда нет особой конкуренции на фарме. Каждый мембер знает, что получит выгоду, так как РБ скорее всего будет зафармлен его сайдом. Под это дело в любом случае к кланам будут липнуть те ребята, которые скорее заинтересованы в фарме, чем в том, чтобы играть вместе со стариком, и в итоге образуется такая, ну, относительно неприятная жировая прослойка, которая не принесет пользы, а просто побудет в клане ради фрифарма. Забрав себе в карман то, что могли бы получить действительно профитные бойцы, которые сражались тут даже тогда, когда распределять было особо нечего. По итогу старик притаскивал всегда довольно большой зерк и вполне легитимно побеждал нас, но понимая это, мы в свою очередь просто спокойно отыгрывали в меру своих возможностей. Плюс к тому, старик иной раз принимал к себе относительно проблемных типов, от которых отказывались другие сайды, и чуть позже это выйдет ему боком, но давайте по порядку. В общем, бегали мы, напрягали по возможности своих оппонентов, и потихоньку налаживали отношения с другими сайдами сервера. Ребята мы мирные, спокойные, лишний раз фигней не занимаемся, и в принципе вполне располагаем к тому, чтобы кто-то нас мог посчитать неплохими союзниками. Этими кто-то стали бойцы из клана Hello Kitty, и понемногу начали прилетать нам помогать. Крепости теперь для нас в принципе, ну, особо не проблема. Если ранее нам вообще не давали даже наступить в ПВП-зону, то в последние несколько дней мы деремся и выигрываем здешние сражения. Забираем флаги, кастуем захват, получаем несколько десятков миллионов адены и вкусную пассивку на клан. Стариковские, конечно, пытаются что-то противопоставить, но в конце концов не выдерживают и почти всегда проигрывают. Макс, Макс, Заря, ты здесь? А, да. Я там комментарий видел у тебя под видосом. Парень говорит правду, нужно рассказать, как старик доминирует. Ну, может быть, над этим парнем старик и доминирует. Я как бы не осуждаю. Собака лает, караван идет. Это просто выражение, не надо никому там как-то там привязывать это выражение. С рейдовыми боссами ситуация в целом похожа. Тут мы добиваемся успеха, ну, на самом деле не так часто, но в целом, по ощущениям, количество успешных рейдов уже побольше. И, скорее всего, это слегка убивает Игоря с рельс. Чувствуется его лудоманская наклонность, и данный молодой человек предпочитает повышать ставки до Талова, отдавая команды вырезать нас в ПК, если видит, что нет вариантов по-другому забрать босса. По итогу он только увеличивает свои потери, кстати. Ведь его ПК-персонажей мы тут же отправляем в город, откуда они перезалетают по точкам, чтобы опять упасть. Ведь одной смерти для отмытия ПК не хватает. Итого, на убийство в ПК стариковский мембер тратит 200 монет на 2 перезалета и еще сотню на 2 воскрешения, в то время как наш убитый потратит не более 50 монет на рез без потери опыта и просто прискочит обратно на коне. Ну и самое прикольное, что даже это старику особо не помогает никаких РБ забирать. Также есть интересная тема с ребятами из сайда Андок, которые, насколько я знаю, ополчились на старика из-за одного из его кланов. Раньше из-за стартовой гонки они особо не бегали по ивентам, но на сегодняшний день они, кажется, выкачались и вполне готовы начать играть против старика. Допустим, за несколько часов до того, как я написал текст для этого видео, мы забрали всех РБ 80 уровня, спокойно наблюдая за тем, как на фоне ребята старика сражались против Андогов и судя по тому, что Андогов было раза в 2 меньше, чем стариковских, монет на этот фарм Игорь потратил прям очень много. Со стороны его мемберов даже были специфические сообщения в мировой чат, мол, Заря теперь будет рассказывать, что он всех победил и забрал РБ. Я прям здесь в видео могу сказать нет, я никого не побеждал. Старик, по сути, зачем его побеждать? Он сам себя победил, спровоцировав Андогов, а я забрал просто боссов без лишних лудоманских потерь у своих работян. Собака лает, караван идет. Это просто выражение, не надо никому там как-то там привязывать это выражение. В конце видео, опять же, я обойдусь без громких заявлений ради непонятно чего. Наш сайт не забирает себе там 100% фарма. Далеко не каждый сбор оборачивается для нас победами. Мы просто действуем в меру своих сил, спокойно раскачиваемся и относительно успешно участвуем в глобальных событиях серверов. Лично мне просто очень радостно от того, какую движуху удалось создать, от того, какие крутые кланы оказались в нашем сайте и насколько интересно разворачиваются события на серверах Евы. Кто-то, конечно, там что-то, как всегда, говорит, но... Собака лает, караван идет. Огромное спасибо за внимание. Инструкция, как к нам вступить, есть в телеграм-группе. Не забывай начинать игру по ссылке в описании. И скоро увидимся в следующих роликах.